Владивосток Владивосток, 3 мая, РИА Новости Адвокаты осужденных приморских партизан намерены обжаловать приговор, защита Кириллова также обжалуют при желании подзащитного. Судья в четверг назначил Александру Ковтуну 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Алексею Никитину 23,5 года лишения свободы, Максиму Кириллову 21,5 год колонии строгого режима, Владимиру Лютикову 25 лет, Вадиму Ковтуну 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Никитин никогда не входил в группу «Приморские партизаны». Это его позиция, и показания, которые он давал на следствии, были получены незаконным путем, сказал адвокат Никитину. Вторая защитница Никитина отметила, что жалоба подготовлена, ее дополнить доводами и подадут в БС. Защитник Кириллова отметил, что подзащитный был осужден за преступление, которое не совершал. Апелляция будет подана при желании Кириллова. В конце июня 2017 года началось третье по счету рассмотрение дела «Приморских партизан». Фигуранты Максим Кириллов, Алексей Никитин и Вадим Ковтун не признали вину. Владимир Лютиков и Александр Ковтун, отвечая на вопрос о виновности, сослались на статью 51 Конституции РФ, никто не обязан свидетельствовать против себя самого. В суде пересматривается эпизод с разбойным нападением и убийством четырех человек 27 сентября 2009 года. Присяжные 10 апреля 2018 года признали всех фигурантов виновными, однако сочли их заслуживающими снисхождение. По собвинению попросила назначить Александру Ковтуну 25 лет лишения свободы, Лютикову, 24,5 года, Кириллову, 21 год 10 месяцев, Никитину, 24 года, Вадиму Ковтуну, 8 лет и 1 месяц лишения свободы. Верховный суд РФ в конце декабря 2016 года отменил оправдательный приговор по делу банды приморских партизан, которая получила широкую известность в России после серии громких убийств милиционеров и гражданских лиц, а также грабежей, угонов автомобилей и налетов на отделение милиции на Дальнем Востоке. В июне 2010 года в Уссурийске в ходе захвата партизаны оказали вооруженное сопротивление, были ранены два милиционера, а два участника группировки покончили с собой. В конце июля 2016 года при пересмотре дела коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт. В суде повторно рассматривался эпизод по убийству четырех человек в Кировском районе Приморья, сопряженный с нападением и хищением наркотиков и ценных вещей убитых. Сочтя доказательства обвинения недостаточно убедительными, присяжные вынесли всем пятерым подсудимым оправдательный вердикт. Алексей Никитин и Вадим Ковтун были освобождены в зале суда, а Александр Ковтун, Владимир Илютиков и Максим Кириллов остались под стражей. Им предстоит отбывать наказание по эпизодам, за которые они были осуждены ранее. До этого суд решил вновь взять по стражу Алексея Никитину. Позднее суд арестовал и Вадим Арков. Субтитры подогнал «Симон»!